Мы находимся недалеко от Фаимского Оазиса, рядом с пирамидой фараона Среднего Царства Сенсерта II в Эль-Лахуне. Сегодня о ней и поговорим. Эпоха пирамиды закончилась темными временами Первого Переходного периода, но цари Среднего Царства еще в состоянии были организовать возведение грандиозных строений, пусть где-то с иными принципами строительства. Теперь пирамиды состояли преимущественно из саманных кирпичей с небольшим количеством массивных блоков у основания и погребального ядра, которое по сложности не уступало внутренним помещениям строений 4-5-6 династий. Сегодня мы посетим одну монументальную усыпальницу Среднего Царства, которая в настоящее время совсем не похожа на пирамиду в классическом ее понимании, а в древности ее величали сияющий синусерд. Она находится недалеко от Фаюмского оазиса, является центром некрополя и резиденцией царя 12-й династии Синусерда II. Правление Хахепер-Ра было мирным. Он продолжил освоение оазиса, проводя крупные ирригационные работы, организовывал экспедиции страну-пункт, укреплял крепости в Нубии. Царь осыпал на мархов наградами и почестями, и у него сложились теплые отношения с провинциальной элитой, что отразилось на повышение уровня искусства. Его пирамида была культовым местом в городе Хатеп-Синусерд, который создавался по единому плану и имел правильную планировку улиц. Данная местность стала богатой на археологические находки. Здесь были обнаружены десятки папирусов на самые разнообразные темы, от счетов и текстов законов до гинекологических и ветеринарных трактатов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У пирамиды был свой огромный комплекс и долинный храм, но сейчас он полностью разрушен, и даже сложно воссоздать его план. А вот многочисленные обломки свидетельствуют, что выглядел он шикарно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также была обнаружена траншея вокруг пирамиды, заполненная булыжником и песком, вероятно, для отвода грунтовых или дождевых вод, а может, как защита во время разлива Нила. Стена, которая окружала территорию Некрополя, была подобна стенам комплекса Джоссера, украшена нишами, имитирующими фасад царского дворца. Вокруг были высажены деревья. В Эль-Лахуну мы добираемся из Каира, и в эту поездку можно осмотреть еще пару пирамид времен Древнего и Среднего царств. Кстати, о них я уже рассказывал в других видео. Не все водители знают, как въехать на территорию Некрополя, но в большинстве случаев к нам приставляли конвой, и водителю оставалось только следовать за военными. Впервые пирамида была исследована экспедицией Карла Лепсиуса в сороковых годах девятнадцатого века, а более детально ее изучал египтолог Флиндер Спитри. Для основания пирамиды был использован естественный выход на поверхность известняковой скалы, на котором был установлен каркас из расходящихся от центра подпорных стен, сложенных из блоков известняка и поддерживающих основную кирпичную кладку. Пирамида была облицована турским известняком и имела скромную высоту около 50 метров. При ее строительстве исключительное внимание уделялось мерам предосторожности против грабителей, поэтому вход в нее был на южной стороне, рядом с могилой принцессы, а не на северной, как у большинства пирамид. И из-за этого Флиндер Спитри несколько месяцев не мог его найти. А подземные коридоры, ведущие к месту покоения царя, образовались своего рода лабиринт с западнями. Сложный вертикальный проход, глубиной 16 метров, переходит в коридор, который ведет под пирамиду. Метров через 15 странная развилка, еще одна шахта сверху и глубокая вертикальная шахта, уходящая до уровня грунтовых вод, которая на данный момент не исследована до конца. Еще через 15 метров в помещении непонятного назначения, и через какое-то время мы оказываемся у погребального ядра. В камеру из красного гранита, которую поместили сбоку от центра основания пирамиды на глубине 12 метров, мы попадаем с востока, но есть еще коридор, который ведет вокруг камеры, и мы можем зайти в нее с северной стороны. У западной стены находится гранитный саркофаг, перед которым был установлен жертвенный стол из аллибастра с именем Синусерта II. Из юго-восточного угла камеры небольшой проход ведет в боковую комнату, где в глубоком слое пыли были обнаружены кости ног, которые, как считается, принадлежали царю, и золотой инкрустированный урей, единственный предмет, оставшийся от царского погребения. Все уловки строителей не спасли пирамиду от расхищения. Как я не раз говорил, пирамида – это слишком большой маяк и магнит для расхитителей всех времен. На северной стороне комплекса было открыто несколько погребений и руины Малой Пирамиды. Вероятно, это была пирамида царицы, а не культовая спутница. Малой Пирамиды Малой Пирамиды Малой Пирамиды Малой Пирамиды Малой Пирамиды Малой Пирамиды Субтитры создавал DimaTorzok На южной стороне в гробнице дочери Синусерта Садхадхор Иунет было обнаружено так называемое Илахунское сокровище. Эбеновые шкатулки, в которых лежали очень красивые золотые инкрустированные пекторали, восхитительная диадема с высоким тонким золотым пером, целая коллекция ювелирных изделий и косметика. Все предметы находились в стеной нише. Возможно, она была заполнена илом, так как разливы Нилы часто подтапливали некрополи, и грабители, которые сюда проникли, их просто не заметили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Несмотря на то, что пирамида Илахуны не выглядит так же амбициозно, как строение Гизы, внутри нее кроется немало загадок. Связанных как с самим правителем, так и с внутренним ее устройством. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пирамида Илахуна и своего рода тоже сокровище. Архитектурное сокровище великих царей Древнего Египта. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и погружайтесь в мир Древнего Египта с моей музыкой. До встречи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА